Девушки отдыхают Культовость модели отнюдь не утратилась Даже наоборот Имидж машины столь силен, что за ним порой можно не заметить сам автомобиль К 50-летию модели фирма выпустила две ограниченные серии «Мэйдэй» и «Кэмпден», которые отличают оригинальный дизайн Для нас хороший повод протестировать известный автомобиль Оба названия новых серий «Мини» даны по районам Лондона Переводя на московские реалии, их можно было бы назвать, например, «Таганкой» и «Плющихой» Кстати, название «Мэйфэйр» для марки не нова Такую приставку в 1982 году получила одна из самых шикарных модификаций прежнего, классического «Мини» Нынешний «Мэйфэйр» пошел по его следам Автомобиль окрашен в модный коричневый цвет Белая крыша и эффектные полосы на капоте создают еще один оригинальный вариант «Мини» На радиаторной решетке установлены дополнительные фары, способные вызвать ностальгические воспоминания Зеркала получили оригинальную окраску с переходом от коричневого к черному На каждой стороне машины установлен логотип «Мэйфэйр» Выглядит нарядно, но не броско Салон автомобиля выдержан в едином стиле и напоминает дорогую сумку с пряжками, кнопками, украшениями Бежевая кожа просрочена двойным швом В салоне вы не найдете ни одного прямого или острого угла Везде повторяется тема кругов и овалов Качество материалов на уровне BMW А среди забавных особенностей – кнопка, позволяющая выбрать один из пяти вариантов подсветки салона Самая необычная деталь интерьера – это гигантский спидометр в центре центральной консоли Который напоминает старые весы Водитель быстро привыкает к его расположению, а пассажирам всегда будет хорошо видно, с какой скоростью вы едете Все переключатели сделаны в форме тумблеров Причем как включать, так и выключать можно касанием вверх или касанием вниз Вопреки современным тенденциям на руле нет ни одной кнопки, кроме клавиш переключения передач Причем каждый из них можно как повышать, так и понижать скорость В целом за рулем мини очень удобно Критики заслуживает расположение тахометра При моем росте и моей посадке обод руля закрывает его верхнюю часть Также неоптимально сделано управление радио Легко промахнуться, нажав на соседнюю кнопку Из-за руля открывается хорошая обзорность Легко почувствовать габариты машины Единственная проблема может возникнуть на светофоре Если вы подъедете слишком близко, из-за низкой крыши шею придется вытягивать вперед, чтобы увидеть сигнал Автомобиль считается четырехместным, но сесть за ростным водителем не удастся уже никому Вчетвером здесь усядутся разве что миниатюрные девушки Кстати, все регулировки кресел производятся вручную Багажник крайне мал, даже несмотря на отсутствие запасного колеса Если вам придется перевезти более чем два ящика шампанского Придется раскладывать задние сидения Иными словами, практичностью этот автомобиль не блещет Его преимущество в другом Драйва и ярких эмоций владельцу мини-купер занимать не придется А мощный и эластичный силовой агрегат обеспечивает замечательную динамику Которую удобно контролировать напольной педалью газа А если пыл 170 лошадиных сил придется осадить То это помогут сделать цепкие тормоза Которые у мини работают действительно замечательно и полностью контролируются электроникой Мини не только мощный, но и удивительно маневренный автомобиль Благодаря отлично настроенному шасси и колесам, расположенным по углам кузова Машина с невероятным упорством держится за дорогу в поворотах Прямую автомобиль держит чуть менее уверенно, заставляя подруливать при проезде неровностей Придется смириться и с достаточно высоким уровнем шума Салон хоть и неплохо изолирован Но звучный голос мотора на высоких оборотах Может наскучить в дальних поездках Кроме того, жесткая подвеска не скроет от пассажиров качество дороги Мини хорош для стремительных перемещений по городу Для разворота на узкой улице и парковки перед клубом А еще версию S можно пожелать тем, кто любит спортивное вождение Увы, сделанный в Англии стильный компакт концерна BMW не может быть дешев Самый доступный мини Купер С стоит более миллиона рублей Автомобиль юбилейной серии Mayfair обойдется в миллион 350 тысяч Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok